вкус как у подсолнуха можете попробовать кстати я просто заметил были моменты что где-то в каких-то в каких-то местах движениях меня называли ну этот как его зеленый шеф там зеленый шеф попробуйте а я съем и вы возьмите я плюс сам их ем я съедаю минимум вот такая фишка у меня съедают 10 цветков вот и как бы и смотрю по своим ощущениям я нежный ну как а вы видите проект есть студии меня зовут Ольга Глечик у нас в гостях сьогодні зеленый шеф одессы эко-агроном шеф-повар здорового харчування эксперт з выращивания микрозелені и беби листя Иван Воробьев доброго дня здравствуйте Иван Воробьев шеф-повар зеленого питания здорового вот выращиваю микрозелень занимаюсь популяризацией здорового питания и употребление микрогринов Иван что такое микрозелень с чем ее едят и навы что ее выращивают давайте спочатку с этого почнем микрозелень вот она стоит передо мной это подсолнух это горошек это зелень в фазе первых двух листьев вот здесь особенно видно на подсолнухе первые два листика когда в растении самая большая концентрация полезных веществ вот в данный момент энергии сама больше вот кто изучают энергию вот в этой стадии то есть энергия большого растения здесь то есть очень полезная концентрация у растений никогда не будет уже такого периода когда вот он будет максимально полезный как сейчас и второй момент фазе первых двух листиков ростки сладкие то есть вот допустим подсолнух это подсолнух уже когда вырос лист большой этот растет он горький ствол горький корень горький а тут вот в данный момент все сладенькая вкусная корешок смакуя як соняшны да вкус как у подсолнуха можете попробовать кстати на зараз как у подсолнуха сладенький приятный и много сортов оказалось что много сортов овощей бобовых можно выращивать на микрогрин я это еще называю так вот люди спрашивают что такое микрозелень я говорю вы знаете что такое допустим вот ростки пшеницы обычные они говорят да знаем так вот тоже самое только есть ростки подсолнуха горошка редиски и капусты там амаранта базилика очень много вот мы выращиваем на ферме 20 сортов зелени вот которая в продаже у нас вообще мы там экспериментируем 30 40 разные отпробуем ну вот и что нравится во первых польза ну в наше время скажу честно люди не сильно гонятся за пользой так вот ну потому что страна есть там всякие остальные заботы у людей с нашим уровнем жизни в основном наш покупатель основной это рис рестораны кафе это хорика то есть им надо внешний вид им надо мода им надо какой-то вау эффект что вот на тарелке что-то такое что я не знаю заинтересовать гостя ресторана чем-то вот они наши основные покупатели то то вы не завжди цим займалися вы вирішили выращивать микрозелень коли рестораны запросили цего это так чиние может быть примерно так как будто я самую у себя когда-то запросил то есть я работал 12 лет на кухне 8 лет из них шеф-поваром работал в одесских ресторанах там в аркадии в различных центре в модных и был момент когда хотелось украшать тарелки ну так по современному по модному там разные поливал очки присыпочки и дошло до зелени что я вот смотрю на иностранных рис ресурсах там допустим в из в испании там в америке вот какие-то ростки ложат все красивые такие интересные не петрушка не укроп как у нас у нас все ограничивалось петрушкой укропом там латуги какие-то рукавы вот начал копать так это обычный подсолнух посадил себе посмотрел там посмотрел в ю тубе как это шо посадил попробовал один раз второй третий отработал технологию более-менее начало расти начал к себе в ресторан носить на банкеты украшать смотрю что интересно там до мода до шага была мода смотрю интересно всеми управляющим и посетителям всем в захвате как говорится класс давай еще я думаю а чё бы не на остальные рестораны не носить ну и такая проснулась ожилка предпринимательская и в итоге я ушел с работы шеф-повара в общем когда понял что это намного выгоднее и интереснее работать на себя и открыл ферму микро зелени важко было спочатку открывать такую ферму та технология мабуть тоже складно выращивать да по технологии я ферма была ось перша ферма ваша первая ферма была у меня мини ферма была дома можно так сказать если сделал grow box сначала был просто бокс такой полтора метра на метр и на метр такой кубик с дверками там вентиляцию я сделал вот потом я отделил часть комнаты уже такую тепличку сделал дома вот там по таймерам пирита ну в квартире прям до хватало этого микро зелени на такая она дело в том что очень быстро растет 7 дней 67 дней и маленькая площадь можно этажами делать вот эта маленькая тепличка дома я мог снимать каждый день два килограмма зелени вот каждый день не то что там вот когда обычную зелень выращивать там полтора месяца надо ждать а тут каждый день урожай 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 и потом я начал потом я открылся в помещении уже снял отдельная там 25 метров квадратных 20-25 офис прям здание вот и пошло поехала потом тепличка потом подвале побольше помещению так вот рос вот и сейчас помогаю открываться фермерам остальным школа зараз вас кильки ферм где вы не знаходятся и какие масштабы этого бизнеса уже від квартиры так до какой великой фермы шоцей за бизнес вот у меня сейчас ферма я ее автоматизировал перенес другое место было больше сейчас я чуть чуть поменьше помещение снял но зато я начал делать выше стеллажи более компактно все это чуть-чуть вот за семь лет работы с микрозеленью ну набрался опыта потому что вот вы спрашивали про технологию с технологией сложно наш агрономы ее не знают вот нигде в на русскоязычных украину не посмотреть информации никакой нету ни книг ни литературы ничего толкового какие-то обрывки кусочки знаний все везде что-то по чуть-чуть говорят на своему досвете только вот на своем опыте я вот это вот по чуть-чуть по чуть-чуть там были там потери у меня там и 60 процентов и 50 процентов от урожая портилась потому что она очень нежная она растет очень густо как вы видите тут свои нюансы есть это не огурцы помидоры выращивать вот тут я допустим агрономов приглашал от еще была моя ошибка что я положился на агрономов ну там предприниматель думаю так у меня есть бухгалтер понятно и вот надо найти агронома который будет выращивать я буду там думать там руководить всем беру агроном оставлю на место он никогда это не делал как бы он парень опытный слова умные говорит там все знает учился в институте но по факту когда начинает делать я понимаю что у него еще хуже получается чем у меня даже с моими подсказками все равно он по-своему что-то там по книгам начинает делать ну и выкидываем мы выкидываем качество не очень вот и поэтому я теперь с агрономами не сотрудничаю но извините ребята когда вас будут учить в институте этому тогда будем сотрудничать сейчас просто нанимаю людей которых обучаю сам которые не от себя отничают грубо говоря делают вот по чек-листам все понятно как делать так сделай раз сделай два сделай три и вот насколько она повинна быть здорово и то есть доброго допускается до цего чиничей ну есть да есть два варианта выращивания без удобрений вообще то есть просто вода вот или в земле допустим выращивать но мы используем удобрения в минимальных количествах и дело в том что использование удобрения удобрения что же разные было есть органические удобрения нормальные в земле удобрений много когда вы покупаете землю или берете она уже заряжена удобрениями там много растворено минералов просто мы держим все в норме ну не делаем переизбыток а переизбыток видно она большая мясистая начинается и портится быстро она когда много удобрений не то есть она не постоит на полке там 10 дней 12 дней да и нет смысла хорошее удобрение денег стоит тоже нормальных вот в основном все на воде вот подсолнух горошек на воде можно сказать 60-70 процентов все зелени выращиваем на воде используем удобрение точечно где-то где вот культуры долгие есть вот допустим в горошке подсолнух и семечка большая хватает собственной энергии чтобы вырастить до такого просто на воде это все на воде а вот когда семечка маленькая допустим базилик или мята там вообще как пыль ну семечка совсем маленькая мне энергии нет она вот может раз раскрыться подняться у нее хватает на это энергия потом ей надо поесть что-то потому что воздухом она питаться не может и мы добавляем минимальных дозах там органические удобрения то есть чтобы она схватилась и они плюс еще растут долго там допустим могут расти три недели месяц и поэтому надо их вот жизнью продлевать пооткармливать в Украине сьогодні мало хто може навчати такому бізнесу сіті фермерству коли вирушчують тіті інші культури в умовах великого міста та дорожнечі оренди приміщень адже вирощування овочів на землі такого нішевого продукту як мікрозелень в умовах міської теплиці дві різні технології тож навіть стелажі ферми зеленого шефа й досі конструюються самотужки випробовуючи різні способи тут у нас все на гидропоники ви видите ми землю не используем вот тестируем аэропонику сейчас под какие культуры заметил что под разные культуры разные надо стелажей разные условия роста где-то гидропоника где-то субстрат у зимку коли зелені менше найчастіше магазины пропонують нам зрізану зелень або привезену з Туреччини чи Ізраилю гордість ферми Ивану тому що паростки відправляються з курінням тож поживні речовини в тарильці не втрачаються що дуже важливо адже сьогодні вирощування мікрозелені справжня бізнес-індустрія яка до речі приносить чималий дохід на жаль у нас ця ланка малого бізнесу поки що не до кінця розкрита та зазначимо що на початку такого бізнесу при мінімальних застратах за короткий строк можна отримати непоганий прибуток проте зусилля для отримання врожаю повинні бути цілодобові а головний секрет успіху справи це любов до того чим займаєшся зелений шеф хто вас назвав чи ви самі себе так назвали як це прийшло цей бренд можна вже сказати ну да да это как бренд уже то есть меня уже знают по всьому СНГ я вещаю ютуб канал зеленый шеф інстаграм в общем развиваюся в блогерской теме развиваюсь вот а назвал я себя так когда работал шеф-поваром так получилось первое в Одессе кафе здорового питания просто заметил были моменты что где-то в каких-то в каких-то местах движениях меня называли ну этот как его зеленый шеф там зеленый шеф я смотрю что оно само ко мне начала клеится я уже ну хорошо клейте дальше и уже сам на себя приклеил зеленый шеф ну и мне нормально нравится название че есть градация ось восени якась микрозелень одна на весну инша влитку третя микрозелень че неважливо який сезон вы выращиваете все и одразу якой принципе не важно это как сити фермерство сейчас модное направление вот одна из профессий ну как будущего вот там говорят космонавты вот есть сити фермеры сейчас это модно в городе в городских условиях в теплицах подвалах на крышах делать ферму маленькая высокопроизводительная все на полках на стеллажах и нам в принципе не важно какой год нам мы создаем условия сами все по автоматике температура влажность воздух правда летом кондиционером пользуемся зимой немножко воздух подогреваем вот я был и в теплицах то есть был у меня опыт что ферма у меня была в теплице на селекционном институте на нашем вот арендовал там но теплица посложнее так как микро зелень она более чувствительна к перепадам температур вот теплице летом сложно вот понизить температуру зимой стяжело поднять это не огурцы там которые могут сдержать там падение температуры ночью сильное повышение днем с микро зеленью посложнее лучше вот конечно и создавать более такой климат мягкий отже після микро зелени вы почали выращивать и квиты есть и в ней но что ты что это такое и почему их можно есть и что что это за квиты из яких рослин ну вот данный момент лежат на блюдечке здесь бегония виола пиларгония дейсно смачно они прикольные у всех разный вкус от виола она с ванильным вкусом бегония она такая с кислинкой интересный такой как щавель вот пиларгония с таким немного миндальным привкусом таким амаретта типа что-то вот есть терпкость легенькая и цветов много пищевых очень много там больше 50 видов это тех что вот я знаю а их еще больше в общем главное чтобы цветок не был ядовитым чтобы он был вкусным а не такие есть ядовитые есть вот все нам на цветы что-то за квиты чтобы ресторан не принесли до петуния но это яд ядовитый цветок в нем яд и вот цветки картошки там ну вот он у него на картофель так да можно отруйтесь ну и именно цветками цветочки есть растения мы здесь список растений в google сейчас интернет плюс я все ем их цветы эти я там них новый цветок какой-то появляется я гуглю смотрю он пищевой не пищевой вот причем вот цветами такая история что их если он пищевой его использовали в кулинарии в каких-то рецептах в чаях то есть мы люди уже давно как бы кушают всякие растения вот и если пищевой цветок то за него там куча книг написано то есть информации хватает сейчас я плюс самих ем я съедаю минимум вот такая фишка у меня съедаю 10 цвет цветков вот и как бы и смотрю по своим ощущениям я нежный ну как сказать нежный шеф поваром работал поваром и с желудком ощущениями там и испортилась блюдо не испортилась там то вид квиньма шлунку может стати кращена ведь ниши вид мясо на приклад чем конечно растительная пища она усваивается лучше и в цветах много всяких полезных веществ и цветы это дикорастущие часто но они как бы не выведены для того чтобы ели люди вот там не сделано чтоб сверхурожайные там вот как вот нашими сейчас селекционеры по выводили что вот почему я говорю что микрозелень круто лучше чем петрушка потому что петрушку уже сколько раз вывели мы уже едим не ту петрушку которая была сто лет назад сейчас уже она обработана в ней столько пользы нету и вот как американцы говорят что микрозелень в 10 раз полезней обычной зелени ну это так усреднили они то что там допустим витамина е больше там в 30 раз чего-то там магния больше в два раза ну вот по примеру подсолнуху они там раз усреднили что в 10 раз вот 10 граммах микрозелени как 100 граммах обычной зелени полезных веществ и я вот ее ем дети мои ее кушают клиенты едят все довольны и чтобы меню от было хорошая чтобы понимать вегетарианскую кухню я не ел мясо рыбу ну года два наверно то есть был в этой системе прикольно перестали быть веганом чему повернули сюда меня меня родился ребенок и надо было готовить я что-то не решился чтобы прямо от ребенок был вегетарианцем там одними фруктами кормить и мы начали делать прикорм на сной там примеру домашнюю курочку яйца там вот и я это все пробовать начал ну что было свежая приготовленная вкусная в общем и по чуть-чуть там 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 понял что я уже короче мясо а вот это правда все что микрозелень бывает зі смаком ясо ось я знаю что я така легенда что можно есть микрозелень и вона будет смаковать и як мясо ну вот подсовнув такой вот я вот почему и люблю я еще полюбил его стих времен когда вот был вегетарианцем вот подсовнув до сих пор мой самый любимый она сочная мясистая вкус у нее такой можно сказать как у мяса вы говорите где-то вот я думал почему я его люблю вот кстати вот наверное по микроэлементам так и так и самый в нем он очень богатый на микроэлементы говорят даже в подсолнухе есть витамин какой-то энзим ну именно молодости омолаживающий эффект то есть не исполнилось недавно почти что 40 лет ну вот нормально выгляжу ну не старичок как бы вот это благодаря в микрозеленье все все через это сколько кошта ось так и бизнес ось наприклад такая судочок так и из микрозелени сонечником чеквиты сколько может быть кошту вот и чтобы продать ресторану ну квиты цветы немножко подорожек цветы примерно объем пол литровый вот мы продаем такими контейнерами чтобы они лучше хранились а вот такой объем цветов примерно 50 гривен 70 гривен смотря там какие цветы еще виды бывают чуть различаются грубо говоря за один контейнер 50 гривен с ресторана берем когда ничего оптом берут там бывает 70 я чему пытаю ось в селе бабуся может працювати с таким бизнесом робите себе микрозелень квиты на городе так и продавайте до ресторану у мисто че можливо цели варянты скажу я вам что буквально вот три года назад когда запустил тему пищевыми цветами у нас здесь в одессе фермеры по которым я ездил и покупал у них цветы в горшках и говорил что вот бывало я брал у них цветы в горшках и бывало брал говорю можете нарвать мне именно цветов тоже заказов много просто вот я возьму их объемом они мне нарывали ведрами просто цветы ведрами вот и они вертели пальцем возле виска так какие цветы ваня что ты придумал рестораны что-то рестораны кто их будет есть это какая-то шутка это прикол но я им за это деньги платил и они как бы это видели ну ухмылялись что ваня какой-то не такой и сейчас эти фермеры сами ходят по ресторанам моим с цветами предлагают цветы уменьшили цену сейчас грубо говоря не стали моими конкурентами те кто два года назад говорил что это смешно это не пойдет в общем пошла тема и уже фермеры ходят продают цветы и микрозелень уже выращивают то есть сейчас такое скажу вам букву вот я семь лет этим занимаюсь там первые года три я вообще сомневался тоже что пойдет ли это но она туго заходила мало про это знал и рестораны так себе реагировали она была новая свежая такого еще нераспространенная вот было сложно я даже пару раз при закрывал ферму там на пару месяцев потом опять открывал там были ситуации в жизни работы разные проекты бизнес и другие там запускал вот и но сейчас такой тренд сейчас тут вот когда-то я был один в одессе сейчас я знаю еще три есть фермы которые выращивают микрозелень да я это еще не всех назвал есть какие-то еще более маленькие то есть так вот в итоге всех то я так подумаю ну ферм 5 где то есть а может быть и всем потому что многие не рекламируются просто там носят куда-то в ресторан что я бывает вижу зелень на там там не так растет как у меня или по-другому там или есть конкуренты которые просто вот так же само все выращивают что я смотрю на зелень не могу понять моя это или конкурентная то есть настолько одинаково так что тема пошла вот в киеве вообще ферм больше 10 10 в крупных городах легче продавать больше ресторанов больше кафе и плюс в том что нету агрохолдингов каких-то крупных теплиц комбинатов которые бы вот конкурировали и избивали допустим но это цену уменьшали в основном все это вся вот эта тема микрозелени в данный момент на снг в руках мини ферм сити ферм вот таких вот и они обслуживают все рестораны кафе эко магазины людей на жаль наш час вычерпано вы дивились проект есть в студии меня звати Ольга Глечика у нас гостях сьогодні був Иван Воробьев зелений шеф Одессы побачим а 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 Субтитры создавал DimaTorzok